Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт и его попытка запрыгнуть в уходящий хайп-трейн с анонсом GTA 6. На самом деле, я давно собирался сделать видос с различными известными фактами про эту часть GTA, но попридержал коней после того, как стало известно, что скоро будет официальный анонс от Rockstar. И вот, 5 декабря, раньше положенного времени из-за очередного слива, Rockstar наконец показали нам первый трейлер самой ожидаемой игры. Многие сливы, которые были раньше, подтвердились, хотя в них, казалось бы, уже никто и не сомневался. В этом видосе мы не только разберем сам трейлер, потому как этих разборов в интернете уже валом, но и я, как всегда, расскажу вам различные подробности, которые смог найти про игру и свои мысли по поводу всего этого. Расскажу, что мне понравилось, а что меня беспокоит. Обсудим онлайн составляющую проекта, графику и другие интересности и сливы. Перед этим, по классике, как всегда, ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Самых достойных жду у себя на Твиче и в Телеграм-канале. В этот раз без долгого вступления. Начинаем. Погнали. Для начала небольшое лирическое отступление. Лично я являюсь фанатом серии GTA с первой части. Играя в первую и вторую части GTA, я влажно мечтал о таком же геймплее, но в 3D. Поэтому можете представить себе температуру кипятка, которым я ссался, когда вышла третья часть, её продолжение в I-City San Andreas. Четвёртая часть тоже была очередным технологическим скачком с крутейшей физикой и живым городом. Ну и последняя, пятая, от которой в 2013 году у меня случился очередной отвал башки. Короче, каждая часть GTA в своё время являлась таким технологическим прорывом. Однако, чтобы вы понимали уровень ожиданий от шестой части, её мы уже все ждали целых 10 лет. Все знают эти шутки про то, что третья GTA в I-City San Andreas 4 вышли за 7 лет. Потом 6 лет мы ждали пятёрку. И вот теперь, спустя 10 лет паузы, мы получили только анонс. Это, конечно, жесть. Я ещё к чему. Чем дольше ты ждёшь, тем большего ты ждёшь. Именно поэтому выход трейлера GTA 6 был настоящим взрывом. Трейлер, который вышел 5 декабря, буквально за пару дней собрал свыше 100 миллионов просмотров и около 10 миллионов лайков. На моей памяти такого не случалось никогда, ни с одним игровым трейлером. Но вы должны понимать и уровень ожиданий от этой игры. Люди просто сходят с ума, они ждут чуть ли не симуляцию реальной жизни. С ног шибательную графику, ему возможности и в целом очередную революцию. Всё это может сыграть с Rockstar злую шутку, но давайте всё же глянем, что нам показали в трейлере и попробуем сделать из него какие-нибудь выводы. Что же нас ждёт в игре, какие сливы подтвердились. А потом я расскажу вам другие известные подробности и утечки. И вот первый вывод, который мне хотелось бы сделать, Rockstar остаются верными себе. Что я тут имею в виду? Во-первых, многие до выхода трейлера поговаривали, что GTA 6 в наше толерантное время сделать будет очень сложно. Что предыдущие части серии в наше время сразу бы отменили. И что новая часть будет толерантной, и Rockstar не смогут сделать такую же провокационную игру, как предыдущие. И что же мы видим после трейлера? Титерские кудахты нечто, надо отменять игру. Победа, братья! Всё нормально, всё как и должно быть. Отменить игру, конечно же, никто не сможет. Ещё раз посмотрите на эти 10 миллионов лайков. А если кто-то попытается вам втюхать историю про повестку в игре, потому что там мало белых и много чёрных, как пытались сделать некоторые низкосортные паблики. Посылайте их смело нахуй, так как дело в игре происходит в Vice City, который является калькой с Майами, штат Флорида. А в Майами официально 70% латиноамериканцев и 20% чернокожих. Так что тут всё по канону, добро пожаловать в Америку, расисты сраные. Кстати, главная героиня сексапильная женщина, так что не нойте, пожалуйста. Во-вторых, в трейлере уйма отсылок из Стёба. Тут Rockstar всё ещё держит сатирическую планку на высоком уровне. Там показали известных интернет-фриков из различных популярных видео. То есть юмор в игре остаётся, и он будет на том же самом уровне, что и раньше. Рокстары не боятся кого-то обидеть, и отлично стебут современное общество со всеми этими инстаграмами, тиктоками и так далее. Следующий вывод, который можно сделать, большое количество сливов оказались верными. Я по понятным причинам не могу вам показывать тут слитые материалы, ибо меня могут застрайкать. Однако вы и сами всё видели, думаю. Подтвердилось, что место действия в Vice City, и это просто охуенно. Потому что в Vice City я очень любил вернуться туда в новой части, с современной графикой, чтобы ощутить весь этот вайб волшебного и, по-хорошему, сумасшедшего города, это просто мечта. Кто-то скажет, что Рокстары заколебали ходить вокруг трёх городов. Либерти Сити, он же Нью-Йорк, который был в третьей и четвёртой части. Сан-Андреас, он же Лос-Анджелес здесь, в котором происходили в пятёрке, и, собственно, в Сан-Андреасе. И вот теперь Майами, он же Vice City, который был, ну, собственно, в GTA Vice City, и теперь в шестёрке. У вас чё, там других городов нету? Ну, я не согласен. Эти города можно считать частью вселенной GTA, частью лора. Мы их помним из старых частей и любим в новых. Они же не просто их переносят, они их улучшают в новых частях, наполняют новыми деталями, добавляют новое окружение и территории. Так что тут всё хорошо. Жду GTA 7 в Либерти Сити, в которую смогу поиграть со своими внуками, блин. Следующий подтвердившийся слив — два главных героя. Теперь мы играем за некую версию Бонни и Клайда, которых зовут Люсия и Джейсон. Суть по трейлеру рулит всем как раз Люсия, а Джейсон смахивает на какого-то куколдика. И вот это меня беспокоит. Ну, совсем не потому, что я какой-то там ярый противник сильных женских персонажей, и не потому, что идёт какой-то акцент на только одном персонаже. Ну, камон, даже если в GTA 5 мы посмотрим на главных героев, то явный лидер и любимец всех там, конечно же, Тревор. Он смешной психопат, самый яркий и запоминающийся. Майка я тоже любил, но он всегда был каким-то немного жалким, что ли. А уж про никакущего Франклина я молчу, мне даже вспомнить о нём особо нечего. Однако они дополняли друг друга в истории, были совершенно разными, с разными целями и проблемами, и это было хорошо. Так что если тут будет история любви, где доминирует Люсия, да я не против. Однако. Помните, я говорил о том, что расскажу, что меня беспокоит? Так вот, меня беспокоит то, что если у нас главный герой будет куколди, как же мы будем ходить к шлюхам и в стрип-клуб? Это же фишка, GTA, как без неё? С другой вот стороны, Геральт, влюблённый в Йеннифер, тоже спокойно ходил по шлюхам. Может быть тут такой же вариант. Короче, я надеюсь, что шлюхи будут, иначе снижайте цену. Потому что когда я покупаю GTA, я покупаю шлюх. Ладно, извините, отвлёкся. Давайте обсудим графику. И да, трейлер сделан на движке игры. Это не тупо синематик. Там, конечно, нет особого геймплея, но вся нарезка строится из игровых кат-сцен. Так что мы вполне с вами можем обсуждать здесь графику игры. Я много раз уже говорил, что, к счастью или к сожалению, прорывов в графике, как в былые времена, в наше время всё меньше. Я не хочу говорить, что-то вроде мы достигли пика технологий и тому подобного, но да, вау, эффекта от любого трейлера современной игры мы испытываем всё меньше и меньше. Похожее случилось и с GTA 6. Я совсем не говорю, что графика игры какая-то плохая. Нет, Vice City прекрасен. Он максимально похож на свой реальный прототип, но я не могу сказать, что тот же RDR 2 выглядит сильно хуже. Однако это вовсе не значит, что в игре не будет никаких технологических прорывов, так как визуал игры это не только текстурки и модельки, ну и, например, физика песка, волос, грязи. Плюс наполненность мира и то, насколько он живой. Вот тут, как кажется мне, и будет основной технологический скачок по сравнению с предыдущими частями. Возможно, наконец, именно в шестой части мы перестанем ощущать город как обычную декорацию и будем наблюдать за его жизнью. К примеру, мир в RDR 2 был очень живой, но из-за того, что это времена Дикого Запада и людей тогда было маловато, ощущается это не так сильно. А в трейлере GTA 6 жизнь просто кипит. Тут тебе и вечеринки, и заполненные толпами пляжей, и куча людей, и трафика на улицах города. И животный мир, который явно богаче предыдущих частей. Так что не стоит думать, что у вас не отвалится челюсть, когда вы запустите игру, даже учитывая, что таких прорывов в графене, как было с 3, 4 и 5 части, у нас, скорее всего, больше не будет. Кстати, насчет революции. Трейлер не сказать, что шибко информативный, его уже разобрали все по 100 раз, пытаясь найти какие-то детали, но я пока ни у кого не слышал вопроса. А что если вот эти вот вставки соцсетей, типа местного ТикТока, Инстаграма, это такая местная механика? В пятой части у нас была возможность сделать салфачи, вдруг разрабы тут пошли еще дальше, и решили запилить местный Инстаграм или ТикТок. Классно было бы еще бабло там зарабатывать, как инстоняшка, делая фоточки в бассейне или кринжовые видосики. Может быть, хоть там я бы стал популярным. Ну да, да, я понимаю, что это все из разряда мемного, а теперь представьте себе, что в GTA 6 и бла-бла-бла, так что губу раскатывать не буду. Ладно, облизать анус с Рокстаром я смог, мне кажется, на довольно-таки достойном уровне, однако есть вещи, которые меня беспокоят и даже расстраивают. И первое это сливы. Сливов было так много, что это может реально навредить Рокстаром в этой части GTA. Да что тут говорить, даже сам трейлер слились за несколько часов до премьеры, в итоге Рокстаром пришлось его публиковать раньше. Да, это такая плата за популярность, и это очень грустно. И да, какие-то сливы могут быть просто дополнительные рекламы игре, но какие-то могут и сильно навредить. К примеру, слитый ранний геймплей может за сайт разрабов переделывать некоторые элементы игры, что добавит времени к разработке и увеличит бюджет. Рокстарам стоит серьезнее относиться к безопасности своих проектов, слишком уж много косяков у них в этом плане в последнее время. Еще один пункт, который меня беспокоит, дата выхода игры. 2025 год. То есть мы 10 лет ждали трейлер, нам его показали, и теперь нам еще ждать 1-2 года, чтобы в это поиграть. Мне, мать его, будет уже почти 40 лет. А я еще в седьмую часть хочу поиграть, вы понимаете, это Рокстар? Ну куда так долго-то? Это сильно меня печалит. Третье, что меня беспокоит, а скорее расстраивает, изначальный выход игры только на консолях. Почему это плохо, по-моему, объяснять не надо, но я все же скажу. Во-первых, учитывая уровень гравики, нас, видимо, ждет 30 фпс. Во-вторых, лично мне придется покупать игру 2 раза. Как у меня был, например, с пятеркой, которую я сначала взял на Xbox 360, а потом пришлось еще раз ее брать уже на ПК. Объяснений подобному решению может быть много. Например, то, что под ПК игру оптимизировать сложнее, поэтому разрабам проще выпустить сначала 2 консольные версии, где все намного скромнее в плане графона и так далее, а потом заниматься апгрейдом и оптимизацией игры под ПК. Кроме того, я слышал, что издатель Take-Two очень уж боится пиратства, поэтому и не хочет выпускать игру на ПК. Немного неясно, правда, каким образом более поздний запуск на ПК в этом поможет. Кроме того, я уверен, что в игре будет онлайн-режим, и в него, конечно же, всем захочется играть. Тогда какое тут пиратство-то? Кстати, насчет онлайна. Эта тема тоже беспокоит многих. Ни для кого не секрет, что GTA Online, который появился в пятой части, тормозил Rockstar в разработке шестой части. Так как был отличный дойный коровый, с которой выжимали все соки. Логично, зачем нам разрабатывать новую игру, когда онлайн в старой игре приносит кучу бабла, а ресурсов на него надо значительно меньше. И вот встает вопрос. Во-первых, какой будет онлайн в шестой части GTA? Во-вторых, не помешает ли онлайн-режим синглплеерной составляющей проекта? Вдруг у Rockstar после успеха GTA Online с пятой части поменялись приоритеты? Ну и в-третьих, что будет с онлайном пятой GTA? Просто закроют, что ли? Отвечаю коротко на все три эти вопроса, хотя не забывайте, что это просто мое личное мнение, и как будет в будущем на 100% знают только Rockstar и Take Two. Я думаю, что онлайн в шестой части будет построен по похожим принципам, что и в пятой. Потому что в пятой эта система отлично работала. Была куча активностей, ограблений, открытый мир, где творился полный пи***ц. Куча режима совместной игры, и все это любили. Кто-то может сейчас упомянуть мертвый онлайн-режим в RDR 2. Но не стоит сравнивать эти две игры, все же Дикий Запад это Дикий Запад, он пустоват для онлайна. Поэтому мне кажется, что в погоне за реализмом Rockstar тут немножко не вывезли. А вот плацдарм в GTA 6 для онлайна будет отличный. Наверняка придумают какие-то новые активности, но суть останется прежней. Главное, чтобы были ограбления, ибо их в мультиплеере GTA 5 я любил больше всего. Ну и судя по старым сливам, в сессии можно будет играть до 32 человек. Это на два больше, чем в пятерке. Насчет того, не помешает ли онлайн-режим синглплеера. Ну, во-первых, Rockstar сами заявили, что GTA 6 игра максимально нацеленная на сюжет. Что он там глубокий, проработанный и долгий. В предыдущих играх тоже не было замечено никаких отклонений в сторону онлайн-режима. С RDR 2 так все вообще наоборот было. Так что вряд ли онлайн-составляющая сильно помешает основной истории игры. Ну и что же после всего этого будет с онлайном GTA 5? Лично я думаю, что его просто перестанут активно поддерживать. Перестанут выкатывать обновления, и таким образом народ сам неспешно начнет перетекать в 6-ую часть. Так случается с большим количеством онлайн-проектов. Не думаю, что тут будет какое-то исключение. Так, что же нам еще известно про GTA 6? Ну, помимо того, что мы видели в трейлере. Я сразу скажу, что за достоверность сведений я тут головой отвечать не буду. Это снова сливы, но на примере предыдущих сливов, большое количество из которых подтвердилось, есть немаленький шанс того, что какие-то из этих сливов также будут правдивыми. И вот некоторые из них снова вызывают у меня беспокойство. Но давайте по порядку. Размер карты. Судя по утекшему скорену, в 6-ой GTA размер локации будет в 2 раза больше того, что у нас было в GTA 5. Теперь у нас не только один город, а целых 3. Собственно, в I-City плюс еще 2 города поменьше. Однако они по размерам не сильно ушли от Los Santos в GTA 5. Так что тут смело можно утверждать, что карта будет просто огромной. Понятное дело, что помимо городов будет еще большая территория пригорода. Всякие болота, парки и так далее. Вопрос только в наполненности и активностях на этой карте. Но тут, я думаю, предположения строить смысла нет. Надо ждать демонстрации геймплея и подробностей от Rockstar. Далее ходят слухи о том, что игра будет значительно более реалистичной, чем GTA 5. К примеру, инвентарь оружия будет ограничен. Нельзя будет больше таскать с собой тьму различного оружия. Оно будет храниться в машине. Похожая система была в RDR 2, где с собой можно было таскать только несколько пушек, а остальное хранилось на лошади. Кроме того, поговаривают, что будут снова похожие на RDR 2 показатели жажды, голода и усталости. При снижении которых здоровье будет, например, медленнее восполняться, если вовремя не покушать или не попить. С одной стороны, это круто с точки зрения погружения. С другой, может сыграть злую шутку с геймплеем, который будет местами ограничен. В любом случае, тут тоже надо играть и пробовать. По моему мнению, в RDR 2 был прям перебор с реализмом. Да, игра кайф, игра шедевр, я ни в коем случае её не ругаю. Я принимаю её такой, какая она есть, и она великолепна. Однако всё же местами, что физика персонажа, что ограничения в геймплее немного меня душили. И если в RDR 2, такой серьёзной игре, всё это было более-менее в тему, то обычно аркадной серии GTA это может слегка повредить. И это меня чутка беспокоит. Я просто очень надеюсь, что Rockstar'ы найдут хороший баланс между реализмом и аркадой. Ну и по мелочи ещё немного инфы и сливов. Не забывайте, зуб не дам, что всё это правда, но всё же. Есть информация, что значительно расширит активности на воде. Говорят, что Rockstar'ы наняли 20 человек, которые занимались исключительно водными активностями. Помимо лодок и скутеров будет, например, серфинг. Далее, на замену пятизвёздочной системе преследования может прийти шестизвёздочная. И на шестой звезде будет задействована армия, чтобы поймать игрока. Также поговаривают, что будет улучшен стелс. Появится перетаскивание тел, персонаж научится ползать. Это, конечно, не прям уровень Хитмана, но значительно лучше, чем в пятёрке. Улучшение стелса может быть очень в тему на ограблениях и сильно углубит геймплей. Ну и последнее, поговаривают, что мир игры будет расширяться и как-то видоизменяться. Я, если честно, не очень понимаю, это будет просто по мере прохождения сюжета или какие-то наши действия будут на это влиять. Ну и немножечко такой полуофициальной информации. Rockstar запустил официальный сайт игры с адаптированными шрифтами и переводом на русский язык, что говорит о том, что локализация в игре, скорее всего, будет. Озвучку, естественно, ждать не стоит, только субтитры. Во-первых, озвучки не было и в предыдущих частях GTA. Во-вторых, времена сейчас такие, что частенько и субтитров-то нету, о какой озвучке может идти речь. Так что нас снова ждут офигенные поездки по городу, когда надо будет и машиной управлять, и субтитры пытаться читать. Обожаю, спасибо тебе, Rockstar, всегда хотел почувствовать себя Юлием Цезарем, надо еще научиться шопы пива открывать в этот момент. Но на самом деле, серьезно, такая локализация меня вполне устроит, не буду выпендриваться, но это хоть что-то. Какой же вывод можно сделать? Да самое очевидное, GTA 6, несмотря на все недавние неудачи Rockstar с ремейками трилогии, со всратым портом 1 РДР, со всеми этими заявлениями зельника о том, что игры в наше время какие-то дешевые, надо ставить цену 150 баксов, эта игра все еще остается самой ожидаемой на данное время. Количество лайков и просмотров по трейлерам говорит само за себя. Однако я хотел бы призвать всех тех, кто ожидает от GTA 6 симулятор жизни криминального элемента с какими-то совсем фантастическими механиками, вспомнить, что слишком высокие ожидания часто играют с нами злую шутку. Да, игра точно будет революцией, но не обязательно именно той, что вы представили у себя в голове. Вы можете фантазировать, но не ожидать реализации своих фантазий в игре. Ждите просто хорошую игру, которой она, скорее всего, и будет. Кроме того, если вы не будете ожидать от нее реализации конкретно ваших фантазий, вы меньше разочаруетесь, когда их в игре не найдете, и больше удивитесь тому, что она вам предоставит. Да, у меня есть какие-то сомнения. Да, есть и неприятные моменты, вроде выхода игры только на консолях и уж слишком долгого ожидания. 12 лет, Карл, нам придется ждать эту игру. Но я уверен, что когда она выйдет, это будет полный разъеб и очередная веха в развитии видеоигр. Ну а если нет, и мы получим от Rockstar скучный проект за 150 баксов, без новых интересных механик и со скучным сюжетом, то я совсем разочаруюсь в играх и пойду, наконец, пахать на завод. К тому же, батя мне говорит, что давно пора. Вот и все мои мысли по поводу GTA 6. Не забывайте, если вам зашло, поставить лайк, подписываться на канал, если вы еще не подписаны, конечно же, жду всех у тебя на Твиче и в Телеге. Также не забываем делиться в комментариях важными мечтами по поводу этой игры. Будет интересно почитать, что конкретно вы от нее ждете. Но еще раз напоминаю, это не обязательно будет реализовано в игре. К тому же, все комментарии я читаю и отвечаю. Можете проверить это лично. Ну и на сегодня это все. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok